Здравствуйте, это проект Квартирный контроль, меня зовут Владимир Гордиенко. В этом обзоре отправляемся к жилому комплексу Сампа от застройщика ООО Микрорайон Кантри. Возводится он в деревне Красный поселок Абушковского поселения Истринского района Московской области. Звучит как край света, но доберемся дома быстро, так как доставит нас туда широкое, скоростное, бесветофорное Новорижское шоссе. Стартуем от МКАД, разделяет нас 27 километров. Засекаю время, вперед! Субтитры сделал DimaTorzok Всю дорогу летели. Началось шоссе с 10 полос, потом сузилось до 8 и так до нужного нам съезда на центральную улицу. Почти приехали. Мы как бы приехали. Дорогу у нас ушло 20 минут, но кроме заборов в этом поселке мы ничего не видим. Приехали мы к жилому комплексу по навигатору по Яндексу и привел нас, видимо, не совсем верно, потому что здесь кроме заборов ничего нет. И заезда к комплексу, к офису продаж, подъезда здесь тоже нет, но и дорога такая. И сама хорошая. Вот, поэтому сейчас попробуем проехать немножко дальше еще, в сторону красного поселка и попробуем заехать к комплексу с другой стороны. Надеюсь, будет успешно. Здоровый такой уже, прям отстроенный, готовый. Здравствуйте, а выехать-то можно? Друзья, пропускай режим. Выехать? Выехать тоже. Куда, в город выехать? А пропуск вы в город выпускаете по пропуску? Каким образом? Вам открываем по пропуску. Я же не к вам заезжаю, я хочу в город выехать. Вам открываем по пропуску. Вы охраняете город от кого? Не, ну в город-то вы меня можете выпустить. Я же в город выезжаю. Не к вам, а на территорию, а в город. Нет. Почему нет? Сказали нет. Ну вы же не можете меня в заложниках здесь держать, правильно? Вы что, меня похитили и не выпускаете из территории или что? Если пропуск есть, проезжайте. Так я не заезжаю, я выезжаю. Я не проезжаю к вам, я выезжаю. Вы заезжаете. В смысле, вы думали, я же стою в сторону города. Вы заезжаете, а вы оказывается выезжаете. А я выезжаю, да. Выезжать через поселок. Ну вам какая разница принципиальная что ли? Вы можете открыть, я сейчас проеду. Пропуска нет, выезжаем через поселок. Ну давайте я постою, подождем. Вызывать-то полицию, я не знаю. Вставайте в сторону. Да не буду я вставать в сторону. Побеждает тупость. Даже собаке стыдно за этого охранника, видно. Такой замок вообще, это чей? Дворец, прикинь. Это дом много квартирный или это чей-то коттеджик? Вот теперь мы приехали правильно. В общем, ехать нужно не по навигатору, а по дорожным указателям. Изначально, конечно, хочется порекомендовать этот комплекс людям с собственным автомобилем. Но и на общественном транспорте сюда можно добраться без пересадок. От станции метро Щукинская из Трогино ездит 480 маршрутка, ходит с интервалом в 50 минут и довезет минут за 50 согласно Яндекс.Картам. Также от метро Микинина ходит бесплатный фирменный микроавтобус. Раз в 2 часа его расписание есть на сайте комплекса. Теперь давайте о нашем финском герое. Пойду только у Йолупуки, отожму северных летающих оленей и сверху посмотрим. Возведение жилого комплекса Сампа планируется в 4 этапа. Раскрытая информация есть только о первом этапе. Остальные 3 находятся в стадии разработки проекта. Первый этап состоит из 46 трехэтажных домов. Их строительство ведется в 3 очереди. Первая включила в себя корпуса с 1 по 13. Они своевременно введены в эксплуатацию. Выдача ключей начнется в начале февраля 2017 года. Вторая и третья очередь – это корпуса с 14 по 31 и с 32 по 46 соответственно. Они полностью построены и будут сдаваться с опережением срока. Заселение второй очереди планируют начать в мае-июне 2017 года. Третьей очереди – в сентябре 2017 года. Проект был разработан финским архитектурным бюро Юка Тикканен. Но так как никто из русских не смог его разобрать, воплощать его в жизнь доверили финскому генеральному подрядчику Лемин Кяйнин. Шутка. Основная причина, конечно, в том, что это крупная строительная компания с солидным списком построенных объектов, в том числе в России, и знающая, как строить по-фински. Дома состоят из сборного железобетона, то есть такая панельно-монолитная технология строительства. Генподрядчик здесь сначала создал мини-завод. Им сюда ввезли арматуру, бетон, и они уже по лекалам отливали панели. И на мелкозаглубленном фундаменте их здесь устанавливали. И стыки заливали уже непосредственно монолитом. И перекрытия тоже монолитные. То есть это вот такая панельная технология с финским тюнингом, усовершенствованием, наверное. Внешняя стена дома, панель толщиной примерно 16 см. К ней крепится двойной слой утеплителя суммарно 15 см. А поверх утеплителя уже производится облицовка дома. И не деревом, как может вначале показаться. Выглядит очень симпатично, конечно. Но дерево все-таки не такой практичный материал, потому что время может потрескаться. Поэтому здесь его заменили фиброцементным сайдингом. Очень под деревом похоже, даже фактура такая же. Это вентилируемый фасад. Происходит циркуляция воздуха внутри постоянно. А второй материал – это мокрая штукатурка. Черного и белого цвета. Дома получились симпатичные, уютные, что свойственно скандинавскому стилю. Но жить-то здесь будут русские люди. И глядя на эти прекрасные с панорамным остеклением балконы, есть у меня опасение, что через где-то полгода проживания они могут превратиться в кладовки с панорамным остеклением, где будет храниться весь накопленный хлам, что мы уже неоднократно видели в других комплексах. Но хочется надеяться, что облик домов все же повлияет на жителей, и они не будут его портить. Что касается внешних блоков для кондиционеров, то они будут устанавливаться на, как мне сказали, по телефону, на межбалконных перекрытиях, то есть с правой или с левой стороны по бокам. Правда, глядя на эти перекрытия между первым и вторым этажом, у меня возник вопрос, как здесь будут ставиться блоки, когда через них проходит газовая труба. Да, кстати, дома на газовом отоплении. Площадь квартиры в комплексе. Однокомнатные от 35 до 40 квадратных метров, двухкомнатные от 56 до 65 квадратных метров, трехкомнатные от 77 до 84 квадратных метров. Стоимость квартир на январь 2017 года начинается от 2 миллионов 320 тысяч рублей. Скидки обсуждаются индивидуально в офисе продаж. Офис продаж находится внутри многофункционального центра. Реализуется жилье по договору об участии в долевом строительстве в соответствии с федеральным законом 214. Своего отдела продаж у застройщика ООО «Микрорайон Кантри» нет. Официальным продавцом квартиры является компания «Метриум». Поэтому приготовьте еще 2% от стоимости, в которые войдут услуги регистрации договора и оформления собственности. Если говорить о самом застройщике, то «Сампо» – это его первый проект. И хотя юрлицо ООО «Микрорайон Кантри» создавалось непосредственно под застройку этого комплекса, это не тот частый случай, когда за ним стоит матерый девелопер, построивший уже массу всего. Но я за дольщиков «Сампо» все равно спокоен, так как фактически за всем этим стоит холдинг «Зенит», куда входит банк «Зенит». Поэтому с финансированием проекта проблем не возникнет. В следующей части мы зайдем во входные группы, посмотрим планировки квартир и узнаем, в каком виде они передаются собственникам. Мы расскажем о благоустройстве территории, о внутренней и внешней инфраструктуре, об экологии и окружении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин